Нидерландский футболист Лоренция Бесилио оказался в центре скандала. Как оказалось, у мужчины был роман с русской девушкой по имени Анна. Они встречались несколько месяцев, после чего избранница спортсмена узнала о беременности. Багаева рассчитывала, что возлюбленный будет общаться с малышкой, но мужчина прервал с ней всякие контакты. В итоге, молодой женщине пришлось отправиться на программу «Пусть говорят», чтобы сдать ДНК-теста, добиться справедливости. В студии появилась и сестра-близнец молодой женщины. Она уверила всех присутствующих, что Лоренцо был влюблен и мечтал об этом ребенке. Однако после его отъезда на Кипр, отношения почему-то прервались полной неожиданностью. Для всех присутствующих стала нелицеприятная информация, всплывшая о сестрах. Как оказалось, девушки имеют сомнительную репутацию в родном Кирове. В студии появилась одна из жительниц города Мария Крупина, которая подтвердила, что раньше родственницы промышляли эскортом. Гости в студии поспешили предположить, что Лоренцо и Бесилио просто сбежал, узнав о сомнительной репутации потенциальной невесты. Однако сама она категорически отрицала обвинение в свой адрес. Возмущение высказала и адвокат Катя Гордон, представляющая интересы молодой женщины. Она пригрозила Марии Крупиной судебным иском, поскольку та распространяет неподтвержденную информацию. «Мы отсудим у вас 500 тысяч за подобное слово. Вы сможете их заплатить? Тогда, может, перестанете распространять слухи», — заявила правозащитница. Сама она уверена, что бывший возлюбленный обязан признать ребенка и начать платить алименты. Тем более, Лоренцо и Бесилио неплохо зарабатывают и может обеспечить малышку еще одной гостьей студии стала Екатерина Сафронова, которая несколько лет назад состояла в отношениях с Александром Кержарковым. Она рассказала о том, как тяжело быть избранницей футболиста и чем иногда заканчиваются такие романы. Мы с ним все еще продолжаем судебные разбирательства по поводу сына. «Я не видела ребенка 4 года. Он его забрал». «Теперь бедный малыш все время находится один. Он никому не нужен», — рассказала Екатерина так или иначе. Анна Багаева решила сделать ДНК-тест. Она предоставила биоматериал дочери, а также отдала на экспертизу коробку, на которой могли остаться следы ДНК ее экс-возлюбленного. Молодая женщина надеется, что справедливость восторжествует, и Лоренцо начнет общаться с ребенком. Клэс Поуст 484242 подписчика